Я хочу заключить сделку. Я готов сойтись с тобой на поле битвы. Золото в деле. Как я могу отказаться? Дай мне знать, когда будешь готов начать. Я хочу сразиться с тобой. Прямо сейчас. Ну, это звучит веско. Встретимся на арене. Арена – единственное место, где мы будем драться. Ясно? Если ты покинешь арену во время битвы, ты проиграл. Наверное, самая достойная победа. Сейчас ты умрешь. Ха! Хм! Ха! 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Позволь мне присоединиться к тебе Добавил субтитры DimaTorzok 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 Но это ещё не значит, что они там будут. Ты их сразу узнаешь. Они носят рабочую одежду. Работать, правда, они даже и не собираются. Большинство давно вышло из-под контроля. Вот до чего доводит человека жизнь на болоте и на плевательское отношение. Значит, ты не заинтересован в том, чтобы что-нибудь изменилось? А тебе какое дело? Что ты о нас так заботишься? А как вышло так, что ты командуешь рабочими? Ты что, думаешь, я тут добровольно? Да вот ещё. Да он ткнул меня пальцем и сказал, вот ты будешь отвечать за раскопки. И вот и все дела. Значит, Дон отказов не принимает. Может быть, я смогу помочь вам чем-нибудь? Сколько здесь мест раскопок? Три. Одно к востоку от храма и ещё два прямо посреди болота. Если увидишь ящики с артефактами, значит, ты в нужном месте. Точно. Выглядит неплохо. Неплохо пахнет. Ты думаешь, это будет бой в одну калитку? Давай проверим. Ты ублюдок! Это моё! Будем считать, что это твой выигрыш. Ты ублюдок. Тебе что, заняться нечем? Эй! Что, эй? Надеюсь, что тебя прислал Хокинс. Мне нужно, чтобы эти ящики увезли отсюда. Какие ящики? Ящики с артефактами. Что мы ещё можем везти? Проклятый Хокинс. Его рабочие должны уже быть тут. Я знал, что старому дураку даже с таким делом не справиться. Я только что приехал, и никто меня не присылал. Лодырь, спорю, что ты ни единого дня в своей жизни не потратил на честную работу. Выходит, тебе нужно перевезти ящики, верно? Это не просто какие-то старые ящики. В них артефакты с места раскопок. Их выкапывают, приносят ко мне, а потом их забирает Дон. А, так значит, эти ящики предназначаются не тебе? Когда станешь важной птицей тут, тогда и будешь шутки шутить. А пока что заткни свой проклятый рот. Что находится в твоих артефактных ящиках? Молокососы. Артефакты. А ты как думаешь, гений? Всё, что выкапывают в руинах, пакуют в ящики. Но держи руки подальше от них. Если тебе нужно золото, принимайся за работу. Работай на Дона, копай. Тогда с тобой поделятся. Я подумаю об этом. Поговорим разумно. Я могу помочь тебе с этими ящиками. Думаешь, что можешь? Отлично, тогда за дело. Нет смысла просить, если знаешь волшебное слово. Какое волшебное слово? Эй, ты ведь не из Инквизиции? Нет тут никакой волшебной ерунды. Куда тебе нужно перевезти эти ящики? На место раскопок. Но они должны быть здесь. Клянусь, что эти рабочие меня доведут. Ну-ка, кто тут у нас такой болтливый? Мир. Они надеются, что рано или поздно... Я больше не могу тебе помочь. Только вот сколько они уже это обещают. Эту штуку не мешают. Эту штуку... Ты не слишком напрягаешься. Поздняя пташка еще глазок протирает, а раннюю пташку уже каток доедает. Так мы же на болотах. Чего тут напрягаться? Дон просто позволяет тебе не напрягаться? Никогда его не видел. Беппо все время гоняет нас таскать ящики. И ради чего столько усилий? Ради кучки старого хлама. Хокинс, мой хозяин. Если Хокинсу плевать, Беппо может хоть наизнанку вывернуться. А Хокинсу на все плевать. Верно. Эй, Дуайт. Начинай же поднимать те ящики наверх. К Беппо. А кто ты такой, чтобы указывать мне, что делать? Я тот, кто велел тебе двигать ящики. Видишь ли, можно передвинуть, а можно и так посидеть. И второе меня как-то больше расслабляет. Расслабляться будешь, когда я дам тебе сапогом под зад. Ладно, ладно. Не надрывайся так, я иду. Что? У тебя усталый вид. А у тебя вид отвратительный. Проваливай. Что ты здесь делаешь? Я любуюсь прекрасным видом. Именно поэтому у нас здесь столько туристов. А, поэтому. И еще потому, что местные жители так дружелюбны. Вот отличный теплый костер. А главное, безопасный. Брогер послал тебя действовать мне на нервы? Я просто пытаюсь поддержать разговор. А я просто говорю тебе, чтобы ты проваливал. Я пытаюсь спать. Наверное, тебе будет интересно услышать, что Дуайт взялся за дело. Что? Серьезно? Это ж просто чудо. Отличная работа, да. Вот, возьми деньги. Твоя благодарность не знает границ. Оставь меня. Эй, ты. Разве похоже, что я хочу с тобой поговорить? О, ты что, не в себе? Болтливость и глупость тут не в части, особенно от рабочих. Неужели я выгляжу как рабочий? Может и нет. На тебе нет толстого слоя дерьма. Хватит вопросов. Жрать хочу. Принеси мне жареный окорок от Рэйчел. Кухарки из кузницы. Заносчиво, конечно, но хороша. Да он настоящий везунчик. Еще бы не захотелось. Общения. Сидеть все время с ним в этом храме. Вот, твой жареный окорок. Хорошо, скажу честно. Голодный я – зрелище не для слабонервных. Хокинс говорит, что ты обязан защищать своих рабочих. Хокинс говорит? Ты обещал Хокинсу, что если он заплатит, ты обеспечишь ему защиту. Ты беспокоишься за него? Сам его и защищай. Верно. Ты действительно человек чести. Есть для меня подходящая работа. А на что ты годишься, рыбка? Легко выпендриваться с этим оружием и такой броней, как у тебя. Да нет, выпендриваюсь я потому, что столько врагов похоронил. Двое моих парней должны сторожить восточную болотную ферму. Но Клей прохлаждается возле костра. Иди к нему. Убедись, что он сменит Фила на посту, пока тот не сгнил там заживо. Просто, верно? Я не собираюсь потерять еще одного человека в этих чертовых болотах. Заставить Клея сменить Фила? Звучит несложно. Ферма находится к востоку отсюда. Поскольку это достаточно просто, я думаю, ты справишься. Твои парни занимаются чем-нибудь еще? Или только торчат у дни напролет? Они охраняют. А чего ты ожидал? Когда нужно стоять тут целый день, эти парни отлично справляются. Это хорошо натренированные убийцы. А если сюда полезут те создания из храма, ты будешь только рад моим парням. Так что выкажи побольше уважения. Бойцы отвечают перед тобой, верно? Ага. Большинство из них обязаны мне жизнью, так или иначе. Они знают, что опасно ссориться с крупной рыбой. Выходит, ты все время знаешь, кто из них где находится? Конечно. Ну, обычно да. Один из них пропал. Дарган отправился в болото по моему поручению. Судя по всему, этот идиот заблудился. Или его съели. Или он снова волочится за бабами. Вечно он забывает, что должен сделать. Я поищу его. А когда он вернется, будет еще месяц ночные горшки троить. Ты похож на человека, который держит нос по ветру. Что ты знаешь о лезвии меча, расколотого на части? На что годятся обломки лезвия меча? Бесполезное барахло. Единственное, кому они могут понадобиться, это кузнец. Ну и ты, само собой. А что такое? Знаешь ли ты, где обломки лезвия меча? Я знаю, где одна из частей. Она у меня. Вопрос в том, как ты собираешься заполучить ее. Понимаешь, почему люди не хотят выступать против Брогора? Пара синяков меня не остановит. Тебе пока везет. Это могли бы быть раны от ножа. Благодаря своему доспеху и всем этим бойцам, он кажется сильнее, чем есть на самом деле. Может, для тебя это так, но я... Я бы с ним не связывался. Брогор – крупная рыба в маленьком пруду. Какие громкие слова! Такие громкие, что я их даже не вполне расслышал. Я знаю, что кое-кто не стал бы возражать, если бы он исчез. Я не готов нести ответственность за то, что Брогор с тобой сделает. Не волнуйся за меня. А вот тебе бы следовало волноваться. Но ты это серьезно, да? Эй, Сэм, я все уладил с Брогором. Можешь дальше охотиться. Я смотрю, любишь людям помогать, а? Очень надеюсь, ты меня не подставил тут с Брогором. Хотя, чьи-то проблемы могут быть чьим-то спасением. Рэйчел нужно мясо, так что она обрадуется. Ты не забывай, иногда лучше выбрать себе сторону, чем болтаться посередине. Насчет твоей охоты. Что ты мне можешь рассказать об охотниках? Ну, вот Луиса я несколько дней не видел. Полагаю, он дрыхнет где-нибудь под болотным камнем. Его даже комары не беспокоят, когда он как следует надрался. Даг тоже где-то в болоте должен охотиться. Я его тоже давно уже не видел, кстати. Ну, и ты, конечно, знаешь, какими милейшими вещами мне приходится заниматься. У Дага дела идут неплохо. Он передал мне немного мяса, чтобы я отнес его в лагерь. Это нам пригодится. Это для Рэйчел. Отнес бы ты это ей, если сам раньше не додумался. Я встретил охотника по имени Ян. Ты не упоминал о нем? Он встал на стражу дороги в Харбор Таун. Он теперь к нам не вернется. Еще одним кормильцем меньше в лагере. Мне нужен доспех получше. Чего нет, того нет. Тут только рабочая одежда. Да, а как насчет твоего доспеха? Ты где его взял? Доспехи для охотников и воинов выдаются Доном. Только даже и не думай об этом, пока ты не стал одним из нас. Итак, мне сначала надо вступить в банду Дона? Понял. А где мне взять рабочую одежду? Иди и ищи Хокинса. Это один из помощников Дона. Командует рабочими. Что мне сделать, чтобы избавиться от него? Если ты будешь на него работать, делать, что велено и слушать все, что он говорит, он потеряет бдительность. Только осторожнее. Твое предложение опасно. Насчет Брогера. Я слышал, Брогер вроде должен работниками заниматься. Брогер занимается лишь самим собой. Это далеко не новость и ничем тебе не поможет. Кто что-нибудь знает про Брогера и не откажется со мной поговорить? Найди Луиса. Это один из моих охотников. Он знает больше, чем можно подумать. Начни с него и послушай, что он расскажет. А что о нем думает Рэйчел? Она мягкая. Он на нее давит. И она поддается, даже несмотря на то, что за ней стоит Дон. Бойцы Брогера устраивают бои на арене. Понравится ли это Дону? Спроси Рэйчел. Это может помочь тебе против Брогера. Ты мог бы так остановить Брогера. Если бы ты вызвал его на бой и победил, он бы опозорился перед всеми. Только это нелегко сделать. Мягко говоря. Ну, ты выбрал свой путь. Каждому приходится решать, куда он направляется. Так или иначе, мне нужно тренироваться. Навыки всем полезны. Принимая во внимание выбранный тобой путь, навыков тебе понадобится больше, чем остальным. Мне не победить Брогера с этим бесполезным снаряжением. Если тебе нужен хороший меч, можешь купить его у кузнеца Оскара. Если и так ничего не получится, можно попробовать другой подход. Магию. Поговори с Робортом, болотным фермером. Он кое-что знает о магии. И поскольку он находится за пределами лагеря, никто не узнает, что ты у него купил. Кстати, Брогер заставляет Сэма работать на него вместо охоты. Он сейчас дрова пилит Брогеру для костра. Поэтому тебе не хватает мяса. Черт побери этого Брогера. Я так и думала, что он пытается под Эстебана подкопаться. Без Дона он был бы вообще никем. А тут мне нужно это мясо. И что мне для этого сделать? Да, сделай, что сможешь. Если народ проголодается, тут будет настоящее восстание. Хочешь помочь? Принеси мясо. И сделай так, чтобы Сэм снова начал охотиться. Брогер отказывается помогать рабочим. На них напали болотные твари. Очень на него похожи. Не хочет рисковать своими драгоценными бойцами, чтобы защищать рабочих. Лишнее доказательство. Следи за ним. Должно быть еще что-нибудь. Еще. Похоже, в этом лагере вообще никто своим делом не занимается. Я разобрался с твоей проблемой по перевозке ящиков. Правда? Спасибо. Приятно видеть, как кто-то действительно старается. Честно говоря, я не думаю, что Дону нужно все это золото. Тут на болотах его и тратить-то особо некуда. Похоже на то. Так или иначе, я в настроении быть щедрым. Вот тебе, в счет твоей доли. Что ты там делаешь? Прячусь. В этом лагере кто-нибудь что-нибудь делает? Пойми меня правильно. Я рабочий. Простой землякоп. Нет ничего интересного в том, чтобы копаться в грязи. Но это у меня получается лучше всего. Расскажи мне о своей работе. О раскопках? Ну, как я уже сказал, это, конечно, работа грязная. Но ее кто-то должен делать. А ты хочешь попробовать? Просто ищешь песчаное пятнышко на одном из участков раскопок. Потом втыкаешь свою лопату в землю и копаешь. Кто знает, может, что-нибудь найдешь. Так от чего ты там прячешься? От работы. Верно. Ты знаешь что-нибудь о мече, Брэннон? О золотом мече. Ну, я слышал кое-что. Мне показалось, что я нашел обломок этого меча здесь, на раскопках. Он все еще у тебя? Я почти выкопал его, когда появились насекомые. Интересно. Он все еще там? Можешь вернуться к работе. Насекомых больше нет. Правда? Они исчезли? Исчезли, сдохли, погибли. Ладно. Ты вроде честный парень. Лучше всего тогда мне заняться работой. Лучше всего тогда мне заняться работой. Эй! Ты кто такой? Что тебе надо? Я не вернусь туда. Не вернусь. Скажи им, что я не вернусь. Тихо, тихо. Я не причиню тебе вреда. Ты хочешь, чтобы я тебе поверил. Но как только я повернусь к тебе спиной, ты утащишь меня туда и снова закопаешь. Закопаешь меня с ними. Ты сказал, что не хочешь возвращаться. Возвращаться куда? Это не Хокинс прислал тебя? Он хочет, чтобы я вернулся к раскопкам. Но как я могу вернуться? Они заберут меня снова. Кого их? Их. Древних людей. Они повсюду. Только прислушаются. Крики. Шепот. Хотел бы я их не слышать. Хотел бы я, чтобы они не говорили со мной. Что ж, Хокинс действительно хочет, чтобы ты вернулся к работе. Я так и знал. Но я не пойду. Забудь об этом. Хочешь испугаться чего-то по-настоящему? Сильно испугаться. Ты все равно не можешь сделать такого, что эти духи сделают. Я не могу туда вернуться. Никто не знает, как остановить древних. Найди другого для этой работы. Пошли туда Дуайта. Он их не слышит. Он не верит. Но ты должен знать. Духи придут за тобой. А защиты никакой нет. Какой шепот? Кто с тобой говорит? Это все храмы, возникшие из-под земли. Голоса появились оттуда. Кто это шепчет? Древних. Все, что они находят. Храмы. Они принадлежали древним. И те идиоты хотят, чтобы я их откапывал? Осквернял их могилы? Древних потревожили. Откуда ты думаешь, появились эти бури? И кто знает, как с ними бороться? Кто знает, что их может остановить? Ага. Вдохни поглубже. Расслабься. Хорошо? Ты разве не видишь? Оно повсюду. Паника. Люди гибнут. Эти твари. Разве ты не видишь? Они восстанут из могил, чтобы отомстить живым. Руины, которые поднялись из земли. Из-за кого ты думаешь, это произошло? И что это такое, как непредвестие гибели? Скоро они появятся. И тогда все мы обречены. Что-то происходит. Но я не видел свидетельств существования духов. У меня есть кое-что, что сможет защитить тебя от древних. Нет никакой защиты. Маги говорят совсем другое. Они как раз ищут что-нибудь наподобие этого амулета, чтобы защитить нас всех. Это просто дешевое ожерелье. Рассмотри получше. Как оно может защитить меня? Это то, чего люди искали в развалинах, чтобы получить ответ. Для защиты. И они нашли что-нибудь? Да. Предметы, обладающие силой древних. Предмет такой, как этот амулет, защитит тебя. Маги гарантируют стопроцентную защиту от духов. Но нам надо найти больше таких. Больше артефактов. Чтобы защитить всех. Да, да, конечно. Вот почему так важно именно тебе иметь его. Так как мы собираемся защитить каждого, ты должен искать предметы на развалах. Разумеется. Конечно. Я займусь этим. Я помогу защитить каждого. Наталья. Я�ה стар partly. О-а. Субтитры сделал DimaTorzok